Девушки отдыхают Сегодня у нас невеста и три претендента на ее руку и сердце, которые будут бороться за ее симпатию. Скороспелый жених Виктор, хозяйственный семьянин Рафаэль и интеллигентный правдолюб Дмитрий. А невеста у нас Ирина. Давайте посмотрим. Ирина, 45 лет. Ни уговоры, ни рождение ребенка, ни даже развод не избавили ее мужа от пьянства и игромании. Ирина прожила со своим мужем еще 16 лет в надежде, что он опомнится, а он ушел к другой. Ирина – главный бухгалтер. До сих пор оплачивает долги бывшего супруга. От депрессии спасается вязанием. Ирина не хочет повторно наступать на те же грабли. Она не потерпит рядом с собой слабохарактерного мужчину. Ей нужен честный и верный муж, с которым она, наконец, будет счастлива. Давайте встретим Ирину. Мы ждем вас. Здравствуйте, дорогая. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте, Ирочка. Мы очень рады вас снова увидеть у нас на программе. Вы были? Да, была. Невероятно. Я правда счастлива. С кем вы пришли? Это мой друг Игорь и подруга Юля. Очень приятно. Глаза красивые, правда? Да, красивые. Голубые. Я люблю голубые глаза. Твои любимые? Ирочка, к сожалению, не все смотрели эту программу с вами. Поэтому напомните вам свою историю. Я вам помогу. Родилась в Москве. Закончила школу. Пошла работать. Одновременно поступила в вечерний институт. По окончании института вышла замуж. Прямо практически после защиты диплома. И практически сразу мой муж начал выпивать. И я, в общем, думала, разводиться или нет. Но вроде он сказал, что вот у нас нет детей, поэтому я пью. Будет ребенок. Я пить не буду. Ребенок случился. Любили прямо так, да? Ну да. 20 лет все-таки жила, значит, любила. Да я тоже прожил 20-22 почти. Я знаю, что вы его и домой приносили, полуживого. И работали вы, а он не работал. Ну да, но это уже когда я была разведена тоже. Ну то есть в течение... Я 21 год прожила с этим человеком. Может, она и до сих пор его любит. Не хотелось бы. Ну да. Мало того, вы ведь ребеночка отправили к своей маме, чтобы не мешать... Чтобы ребенок не мешал перевоспитывать, да, вот этого? Ну да. Потом врачи как-то сказали, что ребенок, чтобы нервным не был, поэтому... Потому что он руку на вас поднимал. Ну да, да. И вы не от мужа избавились, а ребеночка отвезли к маме, чтобы дать ему еще 492-й шанс. Что в нем было такой особенности? Что можно было терпеть? Эти проигрыши и выплату долгов, и измены, и пьянки. Вы даже с детем пожертвовали. Можно я скажу? Да. Думаю, что она истинная женщина, и все время, когда так истинная женщина надеется, что что-то изменится в мужчине, он, наверное, вуалировался как-то так интересно вот все эти годы. Поэтому он на самом деле... А вы прям мечтаете о таких? Вы сами-то выпиваете, нет? Я? Да. А алкоголь не терплю. Вы как присоски мужчины. Вы ищете вот такой. Не надо, не все. Вот всем бы быть такой, как Ирка. Видела вчера по телевизору, а ты меня пилишь, там, 20 грамм выпил. Боже мой, ужас. Ой, Ларис, на самом деле ужас. Может быть, Ира дура просто полная, скажи, а что? У нее все планеты, которые имеют к замужеству отношения, стоят высоко. То есть вы действительно высоко оцените мужчину. В каком бы состоянии он ни был, даже если это упившаяся свинья у ваших ног, вы все равно его уважаете. И это ужасно, потому что человека надо уважать за что-то. Должны быть какие-то аргументы. Ты должен быть для нее отдушиной, дать ей тепла, любви. Ну, посмотри, там, на ней прямо написано, что ей нужно. Она счастья хочет. Счастья все хотят. Вот вам сейчас 45 лет. Придут мужчины. Какую компенсацию вы хотите получить? Вот чтобы это. Ведь на самом деле супружество – это как узел, который объединяет все ваше. То есть и ваше, и его будут одинаково. Значит, и он будет пользоваться вашим, так же, как и вы его. Вот уже было такое. Вот. Роза. Так надо правильно, так надо определяться для себя. Если вы хотите статус мужа, вот за это отдайте свое благосостояние. Никто вас не хочет, как вот, никто вам замуж не предлагает, а за статус мужа вы готовы поделиться своим богатством. Тогда честно будет, в конце концов. Подожди, а он ей что? Какой статус? А у них... Вопрос не о нем идет, вопрос о ней, чтобы потом его претензий не было. А то мы, знаете, мы сейчас все такие вот... Да выше статусом Ирины только президент или какой-нибудь главный министр. Вот это пускай сидит в незамужестве. Или наоборот возвращается... Может быть, ей прикинуться овцой и вот сейчас сказать, вот такая я пришла к вам на программу. Мужем битая, небогатая. Рогами еще стрелянная. Ну, пришла, ну, правда, самодостаточная женщина. А чем готова поделиться? Дальте около Мане, не делитесь. Делилась 20 лет, не делитесь. Хватит уже. Знаете, Ириночка, желаю вам встретить мужчину, который просто вас отлюбит за эти 20 проклятых лет. Только потому, что вы вот такая красавица, вы такая умница, вы не притворщица, вы правда кроткая, вы реликтовое дерево. Таких женщин, как сейчас, раз-два и обчулся. Вы замечательны. А может, она правда такая вот тихая на программе, да? А может, наоборот. Ну, волнуются. Смотри, как мне Игорь не нравится, как он меня раздражает, просто сидит, но невозможно. Я еще скажу свое слово. А вот и жду, говорите. Я чувствую, меня провоцируете. Да. Ничего, ничего. Все вы мечтаете, гады. Ничего, сегодня будут трое бороться. Посмотрим, мы прямо их за вашу жизнь потанцуем сегодня на них, правда же? Слушаю вас, Игоречек. Вот Ирина идеальная женщина, а вы на нее говорите, надо так, так. То есть она вела себя безупречно. Их, Игорь, Игорь, а если бы это была ваша дочь или сестра родная? Так бы рассуждали. Я бы сказал, интуитивно неправильно выбрала изначально человека. А потом везде 20 лет. Ну, у вас, Юлия. Ну, я хочу сказать, что то, что было, то прошло. А то, что будет, мы должны создавать сейчас. Ира, она уже рассталась. Давайте. Ира уже рассталась со своим мужем. Нужно выбрать мужчину нам сегодня обязательно, чтобы не было вот этого флера возможного женского страдания за ним. Давайте, кстати, посмотрим, вообще женщины от них страдали или нет. От сегодняшних. А давайте. А если сейчас начнут выкручивать здесь, я-то все их истории прочитала, все про них знаю. Еще хуже им достанется, если брать начнут. Да? Лучше горькая правда. Слышали меня, женики? Ну, все, миленькая, идите, знакомьтесь с первым женихом. Добрый день. Добрый день. Меня Виктор зовут. Очень приятно. Это вам. Спасибо. Правда говорят, что глаза – это зеркало души. Правильно. Спасибо. Спасибо. Нормальный, приятный человек. А ты должен быть лучше. Здравствуйте, Виктор. Кто пришел вас поддержать? Ну, наверное, скорее всего, больше друг, чем мама. Замечательно. Остальное узнаем, когда посмотрим на экран. Понятно. Виктор, 53 года. На третьем свидании повел свою избранницу в ЗАГС, а через три месяца предложил развестись. Виктор – начальник отдела в мебельной компании. Есть квартира и дача, но живет с родителями. Не пропускает ни одной театральной премьеры. Виктор мечтает стать отцом и уверен, что Ирина сможет подарить ему ребенка. Я знаю, что буквально на третьем свидании вы уже предложили выйти замуж своей избранницей. Да, такая интересная история. Нас познакомили, предложили сходить вместе на концерт. Ну, мы сходили на концерт, потом я решил сделать как бы лаверды. Мы сходили в театр, а затем мы не созванивались. И где-то через месяц, наверное, звонок мне. Она говорит, наши отношения зашли в тупик. Какие отношения? В какой тупик? Я откровенно спросил, Света, ты замуж хочешь? Она говорит, да. Ну, бери паспорт, поехали. Молодец. А с маменькой-то посоветовались? Да, конечно. Я ее поставил в известность. Я чувствую, что это маменька и сынок в плохом смысле. И что вы сказали? Пора витеку уже. Если он так захотел, значит, так должно и быть. Я так считаю. Я против не была. А не потому ли вот такой взрослый Виктор, которому 53 года, до сих пор живет с вами, а имея квартиру и дачу, что вы вообще против никогда и ничего не бываете? Вы знаете, я против не бываю. Я просто за то, чтобы он встретился с девушкой и женился. Такое ощущение, что за него все решает. Ну, честно, не понимаешь, да? Вот если человек до 53 лет... Ну, вот ему нужна мама на самом деле. А может быть, да. Ему нужна не жена, а мама. Да. Так как мы были знакомы всего три раза... Да, смешно звучит. Ну, не смешно, весело, конечно. Не знали, что она всю свою страсть отдавала сериалам. Да. К сожалению, в те времена шли сериалы. Это только Мария или просто Мария, там Санта-Барбара. Да, и когда я узнал, что этот сериал еще будет идти три года... Вау! Вы же потеряли на это время. Не, ну просто, я думаю, ну столько я не выдержу. Ну, он же футбол смотрит или что-то еще. Понимаешь, футбол идет один раз, там, не знаю, в сериал каждый день. Ты знаешь, такой есть канал спортивный, там футбол идет круглыми сутками. Сколько я не предлагал ей сходить, там, в театр, к своим друзьям. Так нам детей переносили орущих синих, только после того, как эти сериалы заканчивались. Ничего поделать нельзя. Я рассказываю смешную историю. Я тоже смотрела эти сериалы. Ну, это чума. И я жила в это время в Ленинграде, мне нужно было приехать в Москву на какую-то там серию. И я приехала к Ларисе Удовиченко утром, чтобы не снимать гостиницу. И так мне хотелось утреннюю серию посмотреть, но было неудобно. Удовиченко, она же все-таки такая звезда, артистка. И вдруг я с сериала, мы с ней сидим, пьем чай, я уже вся жилами покрылась. И вдруг она говорит, без пятнадцати, одиннадцать, Йога Ламоне, бегом, она включает сериал, и мы с ней смотрим. Поэтому, ну, что бы у нас за это обвинять? Ну и что, мы видели, мы смотрели все в то время. Нет, но есть другие развлечения, не только сериалы. Другеньки, это для вас высокодуховных существ, как мужчина, а для нас, для женщин, показать красивую жизнь. Девяностые годы, о чём вы говорите? Современная сказка. Конечно. Да, ну, настолько много интересных театров, настолько много интересных друзей. Ну, начинается, ну, хорошо. Как большую часть у таких женщин, что вы переживаете? Ладно, Виктор, и вот она смотрела, смотрела эти сериалы, и потом... Ну, в общем-то, это небольшой секрет, мы были близки за эти три месяца, ну, раз пять, наверное. Он собой дискредитирует сильную половину человечества. Когда я сказал, что я нормальный, здоровый мужчина, она говорит, ты знаешь, что очень нравишься моей подруге? Я не против. Высокие отношения, почему бы и нет? Я говорю, я женился что, ради того, чтобы смотреть с тобой сериалы, а... И, в общем, чем закончилось всё это? Нет, мы спокойно расстались абсолютно. Через сколько? Сходили в кафе месяца через три с половиной, вот так вот где-то. У невесты опыт какой, двадцатилетний, а у него всего лишь три месяца. Три месяца. Да, не годится. Ну, а как досуг проводите свой? Вообще, что интересного в жизни вам делать? Помимо театров. Помимо театров, ну как, дача. А на даче для маменькой там помидоры-огурцы или просто в удовольствие? А у нас два участка, у неё свой отдельный дом мы построили, а я себе свой. А обязательно ли будет вот в повинной жене на субботу-воскресенье вставать буквой Г? А там не надо вставать буквой Г, абсолютно. Нет? Допустим, на моём участке растут только цветы и деревья. Какая прелесть. Цветы тоже отъебут кода. Ни одной грядки принципиально. Мама придёт и польёт цветы. Я хочу спросить. Ирина, вы когда, у вас участок ведь есть, да? Дачный. К сожалению, нет. У меня нет. Вот мы в субботу-воскресенье уезжаем на дачу. Почти каждый раз. Как вы на это смотрите? То есть мама сразу предложила, поехали к нам, будешь помогать копать картошку. А, да, ты понимаешь? Помощницу нашла. Да. То есть они ищут, наверное, не жену, а помощницу по хозяйству, я так понимаю. Да вообще. Я до сегодняшнего дня всё время работаю. У меня график ненормированный. Ирина, дача, это такое дело, его либо любишь безумно, либо любишь вообще. Нет, землю я не люблю. Не люблю. То есть это у меня такой момент. Сразу скажу. Ну, у нас сейчас грядок нет, у нас только цветы и яблони. Ну, прошу, Галин, ну вы же не из тех мам, которые скажут, отдыхать, я сказала. С пятницы по понедельник. Ну, не Любочек, я дачу ненавижу, и что теперь? Виктор, пообещайте что-то вот сейчас Ирине, что как только, если у вас всё сложно, что она выйдет замок, что вы ей? Я же сказала, что её должен будущий муж отлюбить за те 20 лет-то. Легко. Есть порох-то? Да, готов работать на износ. Любите ли вы театр так, как любит театр Виктор? Да. Совершенно верно. Театр люблю. Но, к сожалению, очень редко там бываю. Жалко парня. Реально жалко парня. Жалко парня мне. Покажите, пожалуйста, сюрприз, который приготовили. А, да-да-да. Я хочу с вами поиграть, знаете, в какую игру? Вот в этой шляпе находятся пять билетиков. Я хочу, чтобы вы один из билетиков вытащили. Любой. Какой вам больше нравится. А я попробую с закрытыми глазами вытащить билетик. И мы посмотрим, какие у нас будут места. Я приглашаю вас в театр. Хороший ход. Молодец. У меня ряд пятый, место 22-е. А у вас? 23-е. Ну, значит, судьба. Вместе сходить хотела в театр. Спасибо. Нравитесь вы нам, Влад? Отпускаем с миром. Идите, Галечка. И чтобы у вас все на огороде в этом году взросло. А мы с вами приедем. Приезжайте, приезжайте. Спасибо вам за вас. Позагораем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что скажете? Мне кажется, как-то слабоват жених для Ирины. По состоянию энергии. По состоянию будущего мировоззрения. Поэтому, зная ее вкусы, все-таки должно это все в одном флаконе. Вы на меня так не смотрите, Лариса. А то я уже сейчас сквозь слабочку-то провалюсь. Знаю, 20 лет с алкашом. Этот хоть не пьет, видно сразу. Не пьет и гулять не будет. Ну, у нас невеста тоже, извините, пожалуйста. Только работает, работает. Какой мужчина это вообще потянет? А это ничего. Вы, он на дачку, а вы на работу. Зато все время в статусе жены. Да еще пылинки вас будет сдувать. Да любить будет. Пришла после работы, когда свободное время отлюбила. И опять на работу. А он сыт и доволен. И занимается своим. Театр ходит. Нет, нет, хороший, хороший. Конечно, вообще супер. Ходит в театр без дурных привычек. Ну, с мамой всю жизнь. Ну, тоже, знаете, мама плохого не научит. А тебе как, Вась? Мне, Виктор, сам по себе понравился. Единственное, что очень много планет в знаке Тельца. Это значит, что Виктор очень тяжело расстается со старыми привычками. Я думаю, что именно поэтому он и в уклад своей вот этой жены, такой нечаянной, не смог вписаться. Одним словом, мне кажется, что вам придется много работать над тем, чтобы его переадаптировать, что ли, к себе. И ему придется над собой работать. Мы познакомили нашу героиню с первым женихом. Через несколько минут у Ирины второе свидание. В эфире «Давай поженимся». Это программа о том, как найти свою любовь. У нас в студии Ирина Ирочка. Идите и знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть. Надеюсь, мы друг друга поймем. Спасибо. Что-то он как-то вяло с ней познакомился. Да. Тебе не показалось? Мне кажется, он для нее староват. Староват. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие вы позамятные все. Мы работаем, ну и вместе, да. Да, Рафаэль. Вадим, Ваня. Это мои музыканты. Очень приятно. Давайте посмотрим на экран и узнаем о вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ Рафаэль, 55 лет. Проявил благородство и женился на девушке, которая от него забеременела. Спустя 20 лет заподозрил ее в измене и развелся. Рафаэль – организатор концертов и режиссер эстрадных шоу. Жаворонок. С утра ездит на рынок за продуктами, а вечерами устраивает розыгрыши для друзей. Рафаэль мечтает встретить внимательную и хозяйственную женщину. Ему показалось, что Ирина сможет оценить широту его души. Рафаэль, вы женились на молодой девушке. У вас было высшее образование. Она закончила ПТО, работала продавщицей. Разница была в возрасте? Ну, 7 лет. И вы хотели, чтобы она тоже где-то училась, чем-то занималась? И это было... Ну, главное, чтобы люди понимали друг друга. Все-таки как-то... Разные социальные группы не слои. А почему женились-то? Ну, понравилось. Они, знаешь, какие продавщицы хорошенькие. Тем более забеременела. У вас-то ничего не было на тот момент, как... В смысле, где? Да. Вы пришли жить к ней? Да. Ну, потому что я не с этого города. То есть, когда страсть прошла, поняли, что там больше никаких точек снижения? Не Софья Ковалевская. Да, да. Не Софья. Не, ну, всегда человеку хочется выше, как бы, развиваться. А ребеночек тем временем растет? Да. А вы ребеночком занимаетесь? Занимались, конечно. А сколько сейчас уже? 24. О-о-о. И сколько прожили? Больше 20. 20 лет вы пытались что-то... Больше. Послушайте, ну, ее устраивала та жизнь. Она же ведь вам не обманывала, вас не говорила, что она математика. Нет, я никаких претензий не имею. Вы женились на том, на чем женились. Да, ну вот... Его морщины вот эти, глазные очень старые. Надо ему подтяжечку там какую-нибудь сделать. Ну, в общем, вместо того, чтобы поступить в Плехановский институт, как вы ее готовили, она пошла работать в гостиницу горничной. Это я поставил. Я еще и устроил, чтобы училась она. Это было начало. А она вместо того, чтобы работать, стала погуливать? Нет, она начала работать, но учиться нет. И мои труды опять напрасно пропали. И она настолько обнаглела Малтов, что вам изменяла, еще и рассказывала о своих изменах. Ну, бывало и такое. Ну, это не измена, как бы она назвала. Ну, познакомились. Я же современный человек. Хорошо. А ремень взять в руки не пробовали? Нет, я не из тех. А зачем жили 20 лет? Ну, от жены уйдешь, от сына тяжело. Ну, потом, видимо, это же. И это кончается. Пока тут нестыковка идет, не пойму даже. С одной стороны, восточный мужчина вообще не позволит. Как это к моей женщине? А вы позволяли... А вы, у вас стереотипы. 55 лет. 55, да? Да. Но он ему даже постарше. Ирина очень много работает. В этом смысле вам никуда ее не нужно будет тянуть наверх. Я думаю, что вам еще нужно будет до Ирочки тянуться. Образованная, интеллигентная, социальная. Стройная, изящная. Очень высоко стоит. Трудоголик. Посмотрите, все, что в жизни сделано собственными руками. Не будете ее, наоборот, каким-то образом тормозить, чтобы побольше сидела дома? Да нет. Наоборот, я хочу, чтобы она отвлеклась от той жизни. Я этим и занимаюсь для людей, а тем более для любимого человека. То есть и дома концерты устраивать будете? И дома. Да, в хорошем смысле. Но со мной она тоже не скучала бы, конечно. Да вот именно. С тобой бы это точно не скучало. Да, со мной не соскучишься. Да. Рафаэль, а я знаю, что вы по-прежнему общаетесь, да, со своей бывшей женой? Да. Вы не вместе живете сейчас? Вместе. Почему? Ну, потому что у меня нет своей. А снять что-то? Я очень мирно, никого не бьем. Мы, в принципе, не воевали. То есть, как сказать, семейная жизнь, не послесемейная. Она, в общем, как-то есть и со стороны, посмотри, разницы. Ну, вот смотрите, Рафаэль, если у вас все сложится с Ириной, но ее же нужно куда-то привезти? Ну, теперь будем думать, решать вопрос. Еще не факт, что ей нравятся южные мужчины? Ну, они, во-первых, такие вот закупрут дома. Ну, вот ревность, это как раз, да, это восточные люди. Такие они могут и руку, кстати, поднять. Легко. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Я хотел бы, чтобы мы станцевали, и мои ребята как раз нам в этом помогут. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот приятно, когда взрослые мужчины знают, какой сюрприз, да, сделать для женщины. Молодец, Рафаэль, здорово. Вы можете пройти в свою комнату оттуда, посмотреть, что здесь будет происходить. Спасибо, Рафаэль. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рафаэль, молодец. Слушай, ну какая она? Рафик, слушай, можно мы еще раз выйдем? Да я тебя заменю. Ну, что вы скажете? У меня ощущение, что где-то здесь что-то такого не совсем, наверное, правдивого. То есть есть какое-то актерство. Во-вторых, в плане жилья я все-таки так, может, как-то совсем спущусь. Ирине надо немножечко сейчас уже в данный момент, вот то, что она хочет, мужчину более состоятельного, который даст ей большую заботу. А, Горяш, не у всех получается? Ну, да, но надо. Это уже ваше право, обратить немаленько или не обратить. Но не у всех получается в столице нашей Родины купить. Понимаете, кто-то шустрый, кто-то менее шустрый. А он мягкий человек, добрый, терпеливый, это очевидно, воровать не умеет, вот и не на... Обманывать, видать, не умеет. Но судя по его истории, он на самом деле с садовым терпением, с большой душой и добрейший человек. А вам как показалось? Я как-то его, вот знаете, в лицемерии не заподозрила. Я-то ненавижу лицемерие просто. И чувствую всегда. Мне не показалось, Игорь, что он играл. И изображал. Ну, он мало как-то, наверное, достиг чего-то. Я в плане того, что говорю все-таки... Игорь, ну, есть люди успешные, есть менее успешные, согласитесь. Но не у всех в этой жизни получается. А Ирина не будет сейчас, мне кажется, вести кого-то на своих плечах. Понятное дело. Ну, мы просто говорим о Рафаиле, как о человеке, как будто есть такой Рафаэль. А пока мы еще никого в мужей не рекомендуем, Ирочке. Готов взять жены? Ой, да готов я. Это интересно ей понравится. Слушай, ты так говоришь, как будто это нам одолжение делаешь. Не одолжение, но вопрос сложный. Ну, пусть Рафаэль меня не обижает, все-таки 55, это уже возраст. И женщину, конечно, надо ближе к своему возрасту. Вы еще зажигать будете, вам еще бабе век нужно. Ну, а там чего? Не хочу никого обидеть, но все-таки жизнь есть жизнь. Ну, что, я еще 5 лет, и все. А там, а где радости жизни? Что ты меня так смотришь? 45 бабы ягодка опять. А мужчина? Все уже, тираж. Да посмотри, он, они рожают в 80 лет, в 75. Да не рассказывают больше. Да, и ты рассказываешь, и он рассказывает, и все рассказывают. Циничные вы все-таки и недобрые. Что говори? Ну, я уверена, что мы не услышали даже десятой части всего, что он пережил за эту жизнь. Я думаю, что в его отношениях с женой было так много вот какой-то вынужденности и безысходности, что сейчас он надломлен, надломлен и абсолютно. Мне кажется, он может себе найти достойную женщину, но ему нужны не вы. Точно в этом уверена абсолютно. Ему нужна женщина по типу яркая, артистическая, другая. Вы спокойная. Через несколько минут Ирина встретится с третьим женихом. Кого из них она выберет, скоро узнаем. В эфире «Давай поженимся». Сегодня мы ищем пару Ирине, и я предлагаю вам быстренько пойти и познакомиться с третьим женихом. Ирина, когда ты родилась, пошел дождь. Но это был не дождь, то были слезы. Это были слезы неба, которая плакала, потому что потеряла такую звезду, как ты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не знаю, у тебя конкурент он или нет? А с кем вы пришли? Это мой друг Алексей. Очень хороший человек. Очень приятно. Остальное узнаем о вас. Вот посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий – пиар-советник в крупной коммерческой компании. На досуге пишет детективы. Мечтает, чтобы его творчество смогли оценить не только друзья. Дмитрий надеется, что Ирина – интеллигентная женщина, и она сможет стать для него не только женой, но и интересной собеседницей. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, чем же вам так не угождали жены-то? Рассказывайте. Извините, пожалуйста, я хочу к Ирине обратиться. Я позволил себе вольность, обратившись на «ты» с самого начала. Но я думаю, ты не возражаешь? Совершенно нет. А почему не возражаете? Я тоже подумала, я бы повозражала для начала. Ну, дело в том, я не знала. Зачем мы перешли на «ты»? Чем вам жены-то не угождали? Я не был женат. Ну, гражданские. Вы знаете, в обоих случаях причиной послужила ревность. Ваша? Нет. Ревность со стороны моей второй половины. Он не красавчик, он мужчина. Вот у него есть... Нравится женщина? Конечно, он музык. Конечно, такого красавца-то. Да с такой притчей. Чего же не ревновать-то? Чисто гоголь просто так. Я бы тоже ревновала. А ты, Вась, конечно. Давайте лучше делать комплименты нашей героине. Она поистине прекрасна. Ой, я думала мне... Господи, Боже мой. Лариса, вы тоже. Хорошо, Дмитрий. Это шутка была. Вы не просто так расставались. Вы у них подарочки забирали? Да. Браво, и на что имейте право. Это было в последний раз. В ноябре мы расстались с моей бывшей любимой женщиной. И в пылу ревности она стала швыряться в меня вещами, которые попадались ей просто под руку. В том числе и мобильным телефоном, который я ей незадолго до этого подарил на день рождения. А на следующий день меня разбудил звонок из милиции. Звонил следователь моего отделения с требованием срочно явиться, поскольку на меня лежит заявление о попытке изнасилования и о краже, значит, личных вещей. Это она желаемой выдавала за действительность? Это, ну, когда я ее выпроваживал, у нее остались, не буду скрывать, синяки на руках, потому что она сопротивлялась, она тоже была в неадекватном состоянии. Вы трезвые были? Мы были не трезвые оба. Мы отмечали ее успех рабочий. И по пьянке он ее выпроводил. Вот это да. Ну, это даже милые бронятся. Это даже пикантно. А заявление в милицию об изнасиловании? Ой, да ладно. Ну и что? Ну и как вы? Она хотела, может, посмотреть, как вы будете выкручиваться. А я считаю, что это предательство. Даже не предательство, а просто... Ну, отомстила, ладно, по бабье. Ну, хорошо, не простили, что ли, ей больше? Нет, мы с ней расстались. А подарки все забрали? Я забрал только тот телефон, которым она в меня шурмала. И слушайте, и что, и когда протрезвели оба-то, не встретили, сказали... Она сказала, Димон, какая я дура, напьюсь такая странная. Пошли, заявление забрали, опять отметили это дело. И по новому. Нет, нет, нет. Посмотрите, меня что насторожило. Ирочка на дух не переносит мужчин, который выпивает. А часто вот у вас такое бывает? Да нет, конечно. Праздники. Праздники. Я не курю. Представьте, какая у него жизнь была, если он до сих пор не женился. Да, сорока лет. Ну, что-то, что он встречается с кем-то, какая разница. Ну, встречаться-встречаться, а то семья. Вам 40 лет? Радости отцовства еще не знаете? Не знаю. Не знаю, но очень хочу, и хочу иметь детей, конечно. И очень хочу, чтобы женщина тоже к этому была готова. А если не готова и не будет? Это принципиально для вас? Это не принципиально, но это существенно. Ну, ей 45 лет. Какой будет ребенок? У нее взрослый сын. Ну, еще той взрослый сын. Ирина, ты готова завести еще одного ребенка? Не завести. Завести так слово такое. Обещают, а потом... Я думаю, что Ирина уже внуков будет ждать через несколько лет. Правда же? Ну, звучит ужасно, да? Звучит ужасно. Да, да. Продит родиться еще. Она еще молодая. Дмитрий, понятно, что вам Ирина не устроит такой свистопляски после вечеринки, не будет разбивать телефоны об вашу голову. Наверное, его выберет. Не знаю, это уже ее право выберет. Скажите, а хозяйка она должна быть какой или... Вы знаете, я самостоятельный совершенно человек, самодостаточный. Мне не нужна ни домработница, ни прачка. У меня вот такой вопрос. Нужна ли вам жена вообще? Не женщина, потому что каждому мужчине нужна пара, а вот жена. Только отвечайте честно, пожалуйста. Честно, честно. Если бы мне была не нужна жена, меня бы здесь не было. Так он тебе и правду сказал. Роза, ну мне так как-то ничего не смущено. Нет, ну подождите. Человеку 40 лет. Он хочет детей. Где он их должен? Усыновлять, что ли? Нет, я не хочу. Жениться надо, правильно. Я женюсь, я хочу жениться. Я поставил себе целью в этом году жениться. А вопрос? Нет? Нужно. У меня есть вопрос. А как вы посмотрите... Или ты? Как ты посмотришь на то, что твоя жена будет заниматься фитнесом, и не просто фитнесом, а на пилоне? Кем? Кем? Пилон, ну, как для мужчин, никто не понимает. Но это шест. Шест? Да. То есть это стрип? Ира танцует на шести. Стрип-фитнес. В стрип-клубах, что ли? Вообще-то говоря, мне было бы даже это интересно. Но я этим не подрабатываю, я занимаюсь. Просто это занимаюсь как фитнес, да? Вот тебе и тихоня. Надо сказать, на тренировку. А вы все думали дома. Адреналин надо же куда-то сбрасывать. Если бы моя жена танцевала передо мной на шесте, я был бы только рад этому. Ирина, ну это правда. Но это... И с домом они выходили. Я думаю, сейчас все мужчины у экран поблизнулись и со злобой посмотрели на своих жен. Ирина, что вы вместе будете ходить в спортзал на шесте, а он будет тренажерный. Ну ладно, покажите сюрприз. Проходите, Ир. Как ты уже слышал, я люблю детективы. Один из моих любимых авторов, Артур Конан Дойл. Я сейчас прочитаю тебе отрывок, небольшой из его произведения, пестрая лента. А ты попытаешься его сыграть. Это тебе. Смотри, как угадал с цветом. Так, это у нас вуаль. Она и идет, если бы не было вуали. Вуаль, да. Вот это черное. Шерлок Холмс сидел в кресле и курил свою любимую труп. Неожиданно в дверь постучали. И вошла девушка. Она встала около кресла и замерла в нерешительности. Холмс предложил ей присесть и укутаться в плед, чтобы согреться. Девушка последовала его совету, ведь она дрожала, как осиновый лист. Дрожжу. Доктор Уатсон. Ой. Она прямо сейчас киноактриса. Девушка подняла вуаль, которая закрывала ее глаза и подала ему руку. Разговор предстоял удивительный. Ой, какие вы молодцы. Это было великолепно. Это правда было великолепно. Вы такие молодцы. Мы как будто бы, да? Как будто бы репетировали заранее. У нас редко бывают такие сюрпризы. Вао ценили? Да, да. Очень приятно. Спасибо. Здорово. Спасибо вам, Дима, огромное. Отправляйтесь со своим другом в комнату. Ну, что скажешь? Ну, мне кажется, отлично. Она от тебя без мамы, мне кажется, вообще. Мне прям глаза горели. Как вам жених? Мне показался он таким немножко самовлюбленным. Нарцисс? Да. Есть такое. Вы знаете, меня не смущает. И вот это вот немножко такое действительно самолюбование, самовлюбленность. Если мужчина симпатичный, да, подтянутый, молодой сразу самовлюбленный почему-то. Господи, мужчина, лучше с такую слабость иметь, правда? Ходить на помаженном, чем пьяном и беззубом. Бог с ним. Я на это даже не обращаю внимания. Мне все это нравится. Вы знаете, очень меня смущает возраст. Ну, правда, когда женщине 45, как бы она не выглядела, а мужчине 40, опасно. Хотя, если бы у него уже было трое детей, двое, хотя бы один ребенок, и он бы реализовал себя как отец, то почему бы и нет? Можно зрелые годы, какая разница? Но страшно жить. Вы все время будете как на пороховой бочке. А вдруг? А где-то? Мне не нравится, когда дома старше. Но это не мне, это природное. Женщины взрослеют быстрее, поэтому это закон природы. Я добавлю от себя, что Дмитрий не только чуть-чуть самовлюбленный и нарциссичный, он еще и очень вспыльчивый. Имеем луну в знаке овны. И потом такие мужчины стараются, сущностно для женщины, стараются быть хорошими отцами, хорошими мужьями. То есть у них есть понимание некого социального такого стандарта. Это не всегда делается от какого-то огромного эмоционального порыва, потому что уж слишком большое чувство витнессы-то в нем нету, конечно, не нужно иллюзии питать. Но как надо он понимает и точно будет делать. Мне кажется, что вы вот этого как надо недополучили в жизни. Через несколько минут мы узнаем, кого выберет Ирина. Друзья мои, кого предлагаете в качестве мужа? Я думаю, можно предложить Дмитрия в качестве, может быть, не мужа, но посмотрели бы какое-то время, пообщались, а дальше уже будет видно. Спасибо. По крайней мере, это достойный человек. Я согласна, да. Он больше всего подходит Ири по темпераменту. У вас есть какие-то слова? Мне очень приятно, что такие мужчины пришли за меня побороться. Спасибо всем. Но я сделала свой выбор. Вы знаете, мне все мужчины понравились. И абсолютно, и Виктор, и Рафаэль, и Дмитрий на меня произвели впечатление. И вы, конечно же, женщина для всех, потому что любого вы можете осчастливить. Любого мужчину. Но я считаю, что вы заслужили, чтобы наконец стать счастливой самой. Если она, конечно, за мной придет, естественно, я выйду вместе с ней. Вот как ни странно, я бы хотела, чтобы вы попробовали с Рафаэлем отношения. Мне кажется, и возраст, ну, 10 лет, Роза, нормальный для мужчин, он без дурных привычек. Вот я какую-то прочитала в нем нежность, тоже нереализованную любовь. И вот то, что я вам сказала, что он вас за эти 20 лет отлюбит, этот отлюбит. Имейте право. Я за Рафаэлем. Видишь? Естественно. Он выбежит. Он выскочит. Побежишь. Побежит. А мы сразу в ресторан заказывать. Еще ей рано старость коротать с Рафаэлем. Так что берите то, что вам жизнь дает. Вот, а дальше сами посмотрите. Но самое важное, пусть он в вас складывается. Вот знаете, вот эти... Таково все-таки. Дмитрий, конечно. Слушай, она мне очень понравилась. Я жду с нетерпением, когда откроется дверь. Я просто уверен, что она откроется. И мы с ней обязательно станцуем и на шесте, и детей родим. Пять лет вашей фуры, это ваши мозги, чтобы правильно расставить приоритеты. Спасибо. И Василиса, идеального для вас мужчины-девы на этой программе не случилось. К сожалению, но подойдут также хорошо и два других представителя земных знаков. Виктор Телец или Дмитрий Козерог. Ну, я сама за Дмитрия. Но мне кажется, вы можете рассмотреть любого из этих двух мужчин. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Ирочка, идите, мы вас поддержим. И вы прислушайтесь к своему сердцу. Сейчас на экране появятся наши будущие герои. Если кто-то из них вам понравился, и вы захотите с ним познакомиться на нашей программе, отправьте смс номером участника на номер 4-4. Ольга, 35 лет, номер 870. Медсестра. Сейчас работает няней. Сочиняет стихи и играет на гитаре. Ищет порядочного, искреннего, понимающего мужчину, который станет настоящим другом ее сыну. Ольга, 25 лет, номер 883. Менеджер в сфере делового туризма. Любит играть в баскетбол. Ищет спортивного мужчину, готового ради нее совершать безрассудные поступки. Мы не знаем, будет Ирина одна или со своим избранником. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Каблики сходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень рады. Привет. Привет. Я очень рад, что мы познакомились. Я тоже рада. Особенно меня шест, конечно же. Работаем со своим штаммом. Танцую. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему дома? И дома тоже. Я правда очень рада. Ирочка, вставайте со мной. Только что на наших глазах сложилась пара. Хочется надеяться, что Ирина и Дмитрий когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. Я искренне им этого желаю. Если вам понравились мужчины, которые сегодня боролись за внимание Ирины, но не были ее и выбраны, пишите на сайт Первого канала. Выражайте свои симпатии, заполняйте наши анкеты и становитесь участником программы. С вами была Лариса Бузеева. Искренне желаю вам, чтобы любимый человек обязательно не сказал им. Давай поженимся. Спасибо. Спасибо.